С новостями к этому часу Лаура Жакупова. Здравствуйте. И начнем выпуск. Сообщение о задержании южноказахстанского замруководителя Департамента государственных доходов Нуржана Тенлибаева подозревают в организации преступной схемы по получению взяток. Об этом сообщает официальный сайт Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Размер незаконных вознаграждений оценивается в миллионы 200 тысяч долларов. Чиновник сейчас в изоляторе временного содержания ведется досудебное расследование. Женщина пострадала при взрыве автомобиля в Актау. Трагедия произошла на одной из городских улиц. Всему виной неисправность газовой системы машины. 40-летняя дама, находясь за рулем авто, получила до 15% ожогов тела. На момент ЧП в салоне женщина была одна. Сейчас пострадавшая под наблюдением докторов Мангистаусской областной больницы. Ее доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. По словам зав. отделения травматологии и ортопедии Есета Шахатбаева, пациентка находится в сознании. Пациентка 78-го года рождения доставлена была к нам на машине скорой помощи в приемный покой. Состояние оценивается как средней тяжести, стабильное, контакт доступный. Проводится антибактериальная инфузионная терапия. На данный момент пациентки, угрожающей жизни, нет. Проводится адекватное терапие. Совет безопасности ООН отверг резолюцию Америки. В ней столица Штатов осуждает обстрел Израиля палестинскими боевиками. За документ не проголосовал ни один из членов Совбеза, кроме самих США. Против выступили Россия, Боливия и Кувейт. Остальные 11 стран воздержались. По итогам заседания, постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Деллатер заявил, что американский проект резолюции не основывается на сбалансированном подходе и не предлагает никаких решений трагедии, в которой оказался палестинский народ. Ранее США наложили вето на кувейтский проект резолюции, осуждающий применение силы против палестинцев, и которую уже одобрили 10 членов Совбеза. В Аргентине снова протестуют. Десятки тысяч человек со всей страны собрались в столице Буэнос-Айрес, и они требуют от властей больше новых рабочих мест и увеличения социальных выплат. Жители недовольны ростом налогов, а также решением правительства принять финансовую помощь МВФ для укрепления нацвалюты и стабилизации долговых обязательств. По мнению активистов, именно Международный валютный фонд усугубил финансовый кризис, который накрыл Аргентину еще в 2001 году. Тогда реформы открыли для страны приток иностранных инвестиций, но латиноамериканская экономика стала от них очень зависеть. Эксперты считают, что кризис с тех пор не прекращался, а лишь временами ослабевал и потом вновь разгорался. А тем временем в Грузии второй день подряд требуют отставки правительства. На улицах митингуют тысячи людей. Волнения вспыхнули после того, как в Тбилисске городской суд оправдал обвиняемого в нашумевшем деле зверского убийства двоих школьников в декабре прошлого года. Отец одного из них обвиняет прокуратуру в необъективном расследовании дела. Его поддерживает и грузинский народ. Не убивай, многотысячная акция под таким лозунгом проходит в столице Грузии. Перед зданием парламента в Тбилиссе собрались молодежь, представители оппозиционных партий, правозащитники и простые горожане. Протестующие требуют незамедлительной отставки правительства Грузии. В основном с трибуны говорит инициатор митинга Заза Саралидзе. Он отец убитого подростка, который недоволен расследованием уголовного дела. Главный прокурор вынужденно покинул пост. Но, как вы видите, все равно не задерживают виновных в смерти моего сына. Оставим убийцу моего сына на свободе? Нужна нам такая система. Долой систему во главе с Георгием Квирикашвили. Требую отставки всех членов этой системы, которые сегодня смеются и надо мной, и над вами. К митингующим обратился премьер-министр Георгий Квирикашвили. Участники акции его освистали и закидали пластиковыми бутылками. Премьеру пришлось покинуть проспект Руставели и сделать заявление уже из собственного кабинета. Я всегда стоял и буду стоять рядом с моим народом. Никогда не сторонился от прямой коммуникации с народом, поэтому решил прийти на акцию. Все видели, что большинство приняли мое появление позитивно, но политически ангажированные люди не дали мне возможность завершить заявление. МВД вернет дело из прокуратуры. Вице-премьер Георгий Гахария будет руководить этим вопросом. Я лично буду следить за развитием дела. У родителей убитых подростков будет возможность на любом этапе подключиться к процессу расследования и узнать все детали дела. Массовый протест начался в Тбилиси 31 мая. Сразу после того, как городской суд не признал ни одного из подозреваемых виновными в убийстве 16-летнего сына Саралидзе. Протестующие обвинили прокуратуру в необъективном расследовании дела. По одной из версий, убийца Тавида Саралидзе – сын бывшего прокурора. Поэтому ведомство покрывает фигурантов этого дела. Как уверяет Заза Саралидзе, митинги продолжатся до тех пор, пока требование отставки правительства не будет выполнено. Саралидзе вместе с соратниками ни на минуту не покидают это место, даже на ночь остаются вот в этих палатках. После недолгого перерыва, несмотря на проливной дождь, участники акции вновь собираются перед зданием парламента. Первые заявления будут сделаны в 6 часов по местному времени. Татья Джани Бегашвили, Шалва Сура Милашвили, Хабар 24, Грузят, Велиси. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро освободил из-под заключения несколько десятков оппозиционеров. Они были арестованы за участие в протестах против действующей политики. Мадуро назвал этот шаг жестом доброй воли. По его словам, активисты участвовали в экономической войне, которую против страны ведет внешний мир. За решеткой и под домашним арестом пока остаются сотни участников антиправительственных выступлений 2014 и 2017 годов. Судебные процессы над ними будут еще продолжаться. А между тем, специальная комиссия, прокуратура и уполномоченные по правам человека готовят новые списки для поэтапного освобождения других заключенных. Мы требуем, чтобы мир прекратил финансовое давление на Венесуэлу. У нас отняли почти полтора миллиарда долларов, предназначенных на закупку лекарств, продовольствия и других припасов. Они замораживают счета поставщиков, чтобы никто не смел торговать с нами. Избранный президент Египта Абдель Фатах Ассиси вступил в должность главы государства на новый четырехлетний срок. Торжественная церемония инаугурации прошла в Каире, в здании парламента страны. Клятву глава государства произнес в присутствии спикера Палаты представителей, двоих вице-спикеров и парламентариев. Напомню, Абдель Фатах Ассиси победил на прошедших в конце марта президентских выборах. Его поддержали 97% избирателей. Он заявил, что будет уделять внимание развитию здравоохранения и образования во время второго президентского срока. На восточном побережье Австралии нарушено морское сообщение. Один из грузовых кораблей, находившихся в акватории, попал в сильный шторм и потерял 83 контейнера. В результате ЧП возникла угроза для проходящих здесь судов и мигрирующих вдоль австралийского побережья китов. Известно, что корабль, потерявший контейнеры, принадлежит китайской судоходной компании. Инцидент произошел в 30 километрах от побережья Австралии. Ну а мусорное пятно от находившегося в контейнерах груза уже достигло береговой линии. Разделять и перерабатывать мусор начнут в Астане. Для этого в городе установят 6000 желтых контейнеров для приема металла, пластика, бумаги и стекла. Сегодня столичный Акимат совместно с оператором РОП дали официальный старт пилотному проекту. Они запустили просветительскую кампанию, которая так и называется, в переработку. Организаторы обещают провести мастер-классы в жилых комплексах и образовательных учреждениях и разъяснить пользу экологической инициативы. К слову, ежегодно в республике образуется больше 5,5 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Разделение и переработка мусора помогут сохранить природные ресурсы. Наша цель здесь – научить людей отделять бытовые отходы. Можно сказать, развивать экологическую культуру. В городе есть предприятия по переработке отходов. Пластик, бумага, все стекло сортируется и отправляется на завод для переработки. Из бытовых отходов теперь производят и строительные материалы. В Атырау из мусора наладили производство тротуарной плитки и черепицы для кровли зданий. Необычную идею поддержали власти и сами горожане. Согласитесь, необычно это зрелище наблюдать, как пластиковые отходы на глазах превращаются в черепицу или тротуарную плитку. Так молодой атырауский предприниматель Азилхан Байбатыров осуществил свою мечту – наладить с выпуска готовой продукции из бытовых отходов. Таким образом, зарабатывая деньги и помогая экологии. Ведь срок начала распада пластика – 450 лет. А значит, ни одна бутылка или пакет на планете пока даже не начали распадаться. Было установлено 300 контейнеров для сбора пластика. За городом на мусорке горят пластиковые бутылки. Мы этим дышим. И я призываю просто всех, неужели трудно отнести в мусорный ящик эти пластиковые бутылки, чтобы нам жить в чистом городе и дышать хорошо. Люди идею поддержали. В месяц набирается 5 тонн пластика, который раньше прессовался и отправлялся в Алматы и Самару. Помогли местные власти, выделив на развитие проекта грант. На эти деньги было приобретено оборудование, с помощью которого отходы превращаются в востребованную продукцию. Я считаю, что нам еще можно наладить сбор стекла, резины, жестяных банок. Ведь мы фактически выбрасываем деньги в мусор. Согласен с этим Айзилхан, приступивший к установке контейнеров для сбора макулатуры. Остальное в планах, которых у парня немало. Мы планируем приобрести более современное оборудование, чтобы увеличить ассортимент выпускаемой продукции. В планах есть выпуск бордюров, лотков для кабеля, водоотливов, что в принципе очень необходимо для нашего города. Есть уже решение проблемы с сырьем, которого будет не хватать для более масштабного производства. В городе не только увеличить число контейнеров, но и привлекут дополнительных людей, которые займутся сбором нужных отходов. Виктор Сутягин, Амантай Матенов и Жан-Дос Рахметуллин. Атрау, Хабар-24. Люди выживают, плесень процветает. Пострадавшие от паводков семейчане пока так и не получили обещанную компенсацию и продолжают жить в отсыревших домах. Внутри обваливается штукатурка и уже начали расти грибы. Сегодня жителями поселка Мирный встретился Аким Семея, Ермак Салимов. Он пояснил, что документ о выделении средств из резерва правительства подпишут на следующей неделе. На 285 миллионов тенге отремонтируют 205 жилых домов. Я напомню, в конце марта из-за резкого повышения уровня реки Иртыш подтопленными оказались два жилых района и дачный массив. По факту аварийного сброса воды с водохранилища возбуждено уголовное дело. Мы недели три назад начали собирать грибы. Сейчас сохранились они, мы, к сожалению, их выкидывали и не знаем, что с этим делать, потому что сыро. Ребенок у меня болеет уже два месяца. Мы перешли уже на самые тяжелые антибиотики. На следующей неделе подпишутся документы и заработают весь этот алгоритм по перечислению этих денег. Мы будем перечислять по договору эти деньги вот этим ИПшникам или ТЛОшникам, которые потом заключит договор с самими жильцами и будут восстанавливать это жилье. Девять домов не подлежат ремонту, как аварийные. На все это правительством выделяется 58 миллионов тенге. На ремонт это 285 миллионов тенге. 10 871 семья в Кукшетау состоит в очереди на получение государственного жилья. Жители этого города, как и, впрочем, все казахстанцы, имеют шансы приобрести собственные квадратные метры. Президентская программа 7-20-25, озвученная в рамках пяти социальных инициатив, это новая возможность для тысяч семей улучшить жилищные условия. Почти шесть лет семья Гаухар-Абдрахмановой живет на съемной квартире. Купить собственное не позволяет семейный бюджет. Не хватало даже на ипотечный кредит по госпрограмме. Мы всей семьей с 2012 года снимаем жилье. Сами понимаете, есть у нас мама, двое детей. Накладно для нашего скромного бюджета. Оплачиваем 60 тысяч тенге в месяц. Плюс коммуналка. Вы знаете, программа 7-20-25 вот и для нас создана. На нее одна надежда. К буму Новосела в регионе готовится. В этом году в Акмуринской области ожидается большая стройка. Будут сданы 464 тысячи квадратных метров жилья. Сейчас разрабатывается несколько подходов к этой программе. Но прежде всего, я думаю, что это должно быть для людей, у которых заработная плата и достаток не такой высокий. Ежегодно до 100 квартир в Кокшетау получают очередники. Сейчас в списке желающих получить квартиру больше 10 тысяч человек. Мадина Смогулова, Анатолий Поляна, Евгений Шинкаренко, Кокшетау, Хабар-24. Открылось новое авиасообщение «Астана-Вильнюс-Астана». Самолет будет совершать полеты дважды в неделю, в воскресенье и четверг. Прямой рейс между Казахстаном и Литвой поможет развитию туризма. Обе страны привлекательны для гостей своей природы, говорят в посольстве Литвы. Пассажирами первого рейса «Астана-Вильнюс» стали 140 человек. Переговоры о новом авиасообщении начались два года назад. По словам посла Литвы, в Казахстане стороны заинтересованы в инвестициях, транспорте и логистике, транзитных перевозках и развитии гражданской авиации. С появлением нового авиасообщения страны будут налаживать сотрудничество в сфере туризма. Я надеюсь, что туристы Казахстана будут расти в геометрической прогрессии, с учетом того, что имеется сейчас новый рейс «Астана-Вильнюс» в «Вильнюс-Астана». И они будут пользоваться не только, может быть, как окончательная дестинация «Вильнюс», но, может быть, и полетят и дальше, почему бы нет. И транзит тоже, это хорошо, когда люди могут пользоваться удобно. А казахстанские туристы, они уже показали себя прекрасно. Литва славится своими курортными городами. Если в крупных населенных пунктах проживает около 500 тысяч человек, то в маленьких городках не больше 20 тысяч жителей. Например, многие санатории находятся в городе Друскиненкой. Там очень необычная и красивая природа. Сюда в основном приезжают те, кто любит кататься на лыжах. Одна из пяти закрытых лыжных баз находится именно здесь. Город Друскиненкой также является одним из излюбленных мест туристов. Этот край славится минеральными водами и лечебными грязями. В этом году начинаем строить центр культуры конгрессов, чтобы развивать культурный туризм. То есть люди приезжали к нам не только отдохнуть, но и приезжали на специальные культурные программы, концерты, театры, фестивали и так далее. И вот этой инфраструктуры как раз нам в данное время еще не хватает. А это портовый город Клайпеда. Здесь работают около 60 тысяч человек. Ежедневно тут обрабатывают порядка 40 миллионов тонн различного груза. Товарооборот налажен 65 странами. Это при том, что Литва – небольшое государство, площадь которого всего 66 тысяч квадратных метров. К другим темам. В Атрау в Каспийское море выпущено 37 севрюк. Эти рыбины были выловлены весной для выращивания мальков на Урало-Атрауском осетровом заводе. Специалисты методом дойки получили от них икру и молоки, сохранив севрюкам жизнь. В Каспии по реке Урал они были доставлены на специальном судне с бассейном. Напомню, в Казахстане действуют моратории на вылов рыбы осетровых пород. Ловить севрюгу, осетра и белугу разрешается только двум рыбоводным заводам, где ежегодно выращивают 7 миллионов мальков. Впервые казахстанские старшеклассники стали участниками республиканской школьной спартакиады «Спортфест». Учащиеся 800 школ целых полгода готовились к состязаниям и проходили отборочные туры. Четыре сотни самых выносливых из шести тысяч ребят собрались сегодня в Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен». Финальные игры по шести видам спорта продлятся до 5 июня. Мальчишек и девчонок из 14 областей и двух городов ждут футбол, волейбол, шахматные и теннисные турниры, тохос-кумалак и даже военно-прикладной спорт. Организаторы подготовили солидные призы. Это спортивные велосипеды, гироскутеры и самокаты. Юниоры признаются, что они предвкушают не только жаркие спортивные баталии, но и приятные встречи со сверстниками. В день торжественного открытия поддержать участников прибыла депутат Сената парламента Дорига Назарбаева, а также именитые спортсмены. Прославленные чемпионы с удовольствием рассказывали о своем пути к успеху. Меня стимулировало желание победить себя в своей слабости, в свою лень, стать сильнее, чем я сама и доказать, что я не лучше кого-то, а лучше самой себя. Я участвую в военно-прикладном спорте. Наша команда очень хорошо занималась последние три месяца. У нас мальчики подтягиваются, девочки качают пресс. Вчера мы стреляли, стреляли очень хорошо. Начнется разборка и сборка автомата, но здесь я уверена в своих силах, потому что не любой, не каждой девочке легко будет разобрать и собрать за 15 секунд. Ну и еще о спорте. В Астане завершились чемпионаты Азии по конным национальным видам спорта. Спортсмены соревновались в Тенге-Илю и Аудер-Спаке. В состязаниях участвовали всадники из Узбекистана, Монголии, Кыргызстана, России, Таджикистана, Турции, Китая, Афганистан и, конечно, из нашей страны. Призовой фонд составил 14 миллионов тенге. Фаворитами этих соревнований оказались казахстанцы. Так победителем в абсолютной категории стал 23-летний Арман Сагымбаев. И, как он сам говорит, к этой победе спортсмен шел 8 лет. Я даже и не думал о том, что стану победителем в абсолютном весе, потому что я уступил сопернику в своей весовой категории. Но, конечно, я давно мечтал об этом поясе. Теперь буду готовиться к предстоящему чемпионату Казахстана. И на этом у нас пока все. С вами была Лаура Жакупова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин